Привет, друзья! С вами проект Индубай, меня зовут Азат. И сегодня я расскажу вам про очередные недостатки жизни в Дубае. Сегодняшняя тема у нас будет посвящена сотовой связи. И основной недостаток заключается именно в том, что здесь очень маленькая конкуренция среди сотовых операторов. Тут всего их двое. Ду и Тесалат. И сегодня я расскажу вам про оба этих оператора и про их минусы. Вот мы с вами пришли в Моллов Эмерис. И вы можете видеть, за мной находится точка обслуживания ДУ. Сейчас мы туда зайдем и попробуем воспользоваться их услугами. Сейчас мы подойдем к терминалу и возьмем токен. Это такой талончик небольшой. И там будет написано номер очереди. И мы сядем, будем ждать, пока нас обслужат. Пойдем. Спасибо. Вот мой номер. И здесь предлагает мне разгадать головоломку, пока я буду сидеть в очереди. Ну что ж, пойдемте. Мой номер М-053. А сейчас обслуживается номер М-047. Видимо, ждать придется недолго. Давайте посмотрим, сколько минут. Засекем время. Прошло уже 10 минут. Но меня все никак не вызывает. Придется ждать еще. Потерпите, друзья, потерпите. Вот уже прошло 15 минут. И знаете, действительно, эта штука пригодилась. Сейчас я буду разгадывать судоку. Сейчас я покажу вам, как выглядят местные сим-карты. Вот так вот выглядит сим-карта Duo. Вот такая голубенькая полупрозрачная сим-карта. Кстати, выглядит она довольно симпатично. И вот так вот выглядит сим-карта IT-салата. Тоже вот такая вот белого цвета. Если у вас айфон, то вы можете выломать отсюда микро-сим-карту и вставить ее в айфон. Вот меня, кстати, вызвали. Сейчас я пойду и задам свои вопросы. Пойдемте. Наконец-то меня обслужили. Через полчаса ожидания я уточнил, что надо для получения сим-карты. Если вы приехали в Эмираты по туристической визе, то для получения сим-карты вам надо обратиться в такой вот центр и взять с собой обязательно паспорт. И в паспорте у вас должен стоять штампик о прилете. Ну, этот штампик вы получаете на паспортном контроле, когда пересекаете границу. В принципе, вот и все, какие документы требуются. Если вы находитесь на резидентском виде, то существуют другие тарифы. Уже так называемые постплей тарифы. Здесь вы можете, вот уже есть больше опций, больше выбор тарифов. Теперь мы пришли с вами в эти салат. Вот вы можете видеть, так и выглядит их стойка в Малав Эмиратс. И также вы видите, какая здесь очередь. Но, честно говоря, стоять в этой очереди я не хочу. И поэтому я расскажу вам просто отсюда, вы пока можете наблюдать на заднем фоне, как медленно и долго все здесь обслуживают эти сотовые операторы. Конечно, у них нет конкуренции, им торопиться некуда. Над эффективностью они особо не задумываются. Людям надо пользоваться телефоном, они подождут, им деваться некуда. Потому что, кроме как ду, эти салаты, больше альтернатив здесь нет. И пока вы видите на заднем фоне, как происходит обслуживание клиентов, я хочу рассказать вам о том, как вообще здесь купить сим-карты, где купить. Ну, во-первых, если вы в Моле, то сим-карты в Молах продаются, вот как правило, в таких вот точках продаж у любого прохожего. Просто спрашивайте, где находится ду или эти салат, объясняйте, что вы хотите купить сим-карту, и вам люди показывают, как пройти и где купить. Или вы можете подойти к такой справочной стойке, Customer Service написано, и спросить на этой стойке, где можно купить сим-карту, вам также объясняют. Ну, например, в отеле, да, вы находитесь, вы можете также у себя в отеле спросить, на ресепшене, где можно купить сим-карту. Некоторые отели предоставляют такую услугу, то есть вы можете купить сим-карту прямо в отеле. В некоторых отелях такой услуги нету, они вам просто объясняют, где можно купить сим-карту. Если вы находитесь на улице где-то, то, соответственно, можете зайти в ближайший магазин, где продают сотовые телефоны, либо какую-то технику, и у них также спросить по поискам карт. Они есть не везде, не в каждом магазине, к сожалению, но некоторые магазины продают сим-карты, и, соответственно, вы можете купить там. Как я уже говорил ранее, если вы являетесь туристом, то есть вы приехали по туристической визе, то вам достаточно предъявить всего лишь паспорт, и в нем должен быть стампик о вашем прилете в Эмирату. Если вы находитесь на резидентской визе и хотите сменить тарифный план, например, получить более выгодный тариф, тогда вам уже надо иметь более большой список документов. То есть, во-первых, это должен быть паспорт резидентской визы внутри, у вас должен быть Эмирс-Айди, и также в некоторых случаях у вас могут потребовать справку с работы либо данные о кредитной карте. Чтобы узнать более подробно о тарифных планах и условиях подключения, зайдите вот на эти сайты. Вот вы можете видеть здесь адрес сайта.ду, адрес эти салата, и посмотрите там. Я не буду говорить вам эти тарифы сейчас, потому что они время от времени меняются. Лучше посмотреть их на веб-сайтах. Также эти салаты.ду предоставляют услуги по подключению интернета. Опять же, если вы хотите подключить интернет, то альтернатив у вас нет. Есть только два выбора. Либо ДУ, либо эти салаты. Но интернет – это уже другая история, и про него я расскажу вам в одном из следующих видео. Сейчас мы покупаем карту оплаты. Спасибо. Допустим, вы подключились, купили сим-карту, вставили ее в телефон. Как правило, там в сим-карте есть какие-то уже минуты, но они заканчиваются довольно быстро. Поэтому следующий вопрос встает, как оплатить за телефон. Основные способы оплаты – это либо купить карту оплаты, ну, это вы знаете, в России есть такие же, да? И так же есть еще второй способ. Обычно это происходит в Моллах, или в Кэрифуре, или в крупных магазинах. Вам дают вот такой чек. Здесь вот вы видите, на чеке написан тоже код. И введя этот код, вы можете оплатить за свой… Здесь написано, как именно активировать этот код. Сейчас на примере своего телефона я покажу вам, как активировать карту оплаты. Ну, либо вот этот чек. Вводим звездочка 136, звездочка. Дальше вводим пин-код, который написан на чеке, либо на карте оплаты. Нажимаем кнопку решетка, нажимаем кнопку вызова, вот вы видите, мой аккаунт Successfully Recharged, и новый баланс на телефоне 75 dirham. И я должен потратить эту сумму в течение 30 дней. А чтобы проверить счет в ДУ, надо набрать код такой, звездочка 135, решетка. Нажимаем кнопку вызова, и вот вы видите, мой баланс показывается на экране. А чтобы проверить баланс в эти салате, надо набрать звездочка, 121, решетка, и нажимаем кнопку вызова. Ждем. И вот вы видите, что на счету сейчас на данный момент 26 dirham 63 филса. Пополняйте свой телефон своевременно, не уходите в минус, потому что делать дозвоны в Эмиратах не считается хорошим тоже. Кстати, пополнить телефон по-английски будет Recharge, то есть перезаправить, да, если перевести. Вот, так вот, основные способы Recharge, это либо карточка оплаты, карта экспресс оплаты, либо такой чек вам дадут. Терминалы для оплаты, здесь вообще я такого не видел, естественно говоря, чтобы здесь оплата произвела с терминалом, через терминал. Поэтому, если вам дадут вот такой чек, если вы попрощите Recharge, если вам дадут такой чек, не пугайтесь, просто используйте его. Когда мы первый раз покупали сим-карты себе, мы сначала купили эти салаты, и все-таки нам показались, они немного дороговаты, эти салатовские сим-карты. Потом мы переключились на DOO, и кажется, DOO более дешевая связь. Но по сравнению с этим салатом, все-таки качество приема сигнала у DOO немного похуже. Если вы едете на улице, или вы находитесь в каком-то моле, в метро, то в принципе разницы между DOO и салатом нет. Но если вы едете в лифте, то, как правило, DOO в лифте ловит очень плохо, либо вообще не ловит. Эти салат ловят, ну, в таких вот местах, типа лифта, либо, например, если вы находитесь на подземной парковке, то, как правило, эти салаты в таких местах ловят лучше. Так что выбирайте, либо экономить на связи, либо быть везде доступным в самых труднодоступных местах. Знаете, друзья, несмотря на все эти недостатки, все-таки хорошо, что в Эмиратах есть сосовая связь. Пусть два оператора, но все-таки выбор есть. Остальные видео про Дубай вы можете посмотреть, нажав на эту ссылку. Также вы можете написать ваши комментарии здесь. Оставайтесь с нами. С вами был Азат Надыров, специально для проекта InDubai. Пока-пока.